Привет! Это «Правовая среда» и сегодня мы поговорим об алиментах на несовершеннолетних детей. Для начала развеем несколько мифов. Миф первый. Алименты на детей платит только папа. На самом деле это не так. Алименты на детей могут платить не только папы, но и мамы. Это редкость, но и такое может быть. Например, если место жительства детей определили с отцом, или маму ограничили или лишили родительских прав. Миф второй. Алименты можно взыскать только после расторжения брака. Взыскание алиментов не зависит от нахождения родителей в брачных отношениях. Это означает, что даже находясь в зарегистрированном браке, с супруга можно изыскать алименты на детей. Алименты – это материальная поддержка, которую установил закон между родственниками. Выплативать их можно либо добровольно, либо в принудительном порядке. Теперь чуть более подробно о каждом из вариантов. Если между родителями нет разногласий, то алименты можно платить и добровольно. Однако, если платежи перестанут поступать, то о договоренностях придется забыть. Поэтому лучше оформить нотариальное алиментное соглашение. Это договор между родителями о порядке уплаты и размере алиментов, заверенной нотариусом. Если что-то пойдет не так, соглашение позволит взыскать алименты в принудительном порядке. Но если договориться все-таки не удалось, то необходимо обратиться в суд и на основании решения суда получить исполнительный лист для принудительного взыскания. Теперь поговорим о размере алиментов. По закону алименты могут рассчитать либо родители самостоятельно, либо суд. Родители сами решают, как они будут содержать несовершеннолетних детей. Чаще всего это алименты деньгами, но возможно и покупка продуктов или одежды для ребенка. А вот по решению суда алименты можно взыскать только в денежной форме, в виде доли от зарплаты, либо в твердой денежной сумме. Алименты в виде доли взыскиваются, исходя из количества детей и рассчитываются от чистого заработка, то есть без НДФЛ. А алименты в твердой денежной сумме привязываются либо к величине прожиточного минимума, либо к уровню жизни ребенка и его родителей. Суды могут взыскать, например, половину или двойную величину прожиточного минимума, исходя из материального положения сторон. Она меняется почти каждый квартал и, как правило, в большую сторону. При этом происходит индексация алиментов. А вот при уменьшении величины прожиточного минимума уменьшение алиментов, к сожалению, не произойдет. Еще взыскать алименты одновременно можно и в проценте от зарплаты, и в твердой денежной сумме. А теперь поделимся несколькими секретами. В случае рождения ребенка в новом браке можно обратиться в суд для снижения алиментов в пользу первого ребенка. Если нет работы, то стоит обратиться в службу занятости, чтобы избежать появления задолженности. Вас поставят на учет и начнут выплачивать пособие. С него будут удерживать алименты и долг не будет расти. Иначе алименты рассчитают, исходя из средней заработной платы в регионе. При неуплате алиментов в полном объеме, обращайтесь в суд для взыскания неустойки. Неустойка – это ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Она рассчитывается взыскателем в размере 0,1% от суммы несвоевременно выплаченных алиментов за каждый день просрочки. Но помните, суд может уменьшить размер неустойки, исходя из материального или семейного положения. Если не платить алименты и не погашать задолженность по ним, то у должника могут заблокировать счета в банках, наложить арест на имущество или даже привлечь к уголовной ответственности. На этом на сегодня все. Платите алименты своевременно и в полном объеме. До встречи!